Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Сегодня в Олимпийском парке издалека был заметен столб дыма. Горел павильон на улице 65 лет победы. Новый населенный пункт может появиться в Сочи. В городском собрании поддержали инициативу местных жителей. Пляж готов, но рядом есть нюансы. Глава Сочи проверил, как на Амиритинской набережной планируют встречать курортников. Курильщикам предложат порвать грелку и проверить износ легких. В Сочи пройдут первые антитабачные игры. Сегодня в Олимпийском парке издалека был заметен столб дыма. Причем сначала многие из наблюдателей подумали, что горит центр Сириус. Как выяснилось, горели торговые павильоны на улице 65 лет победы. Сигнал пожарным поступил в 10.53. Огнем было охвачено 200 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось через час. Погибших и пострадавших нет. Всего в тушении были задействованы 5 единиц техники и 21 человек. Сегодня глава города Анатолий Пахомов проверил Амиритинскую набережную. Практически все пляжи заполнены курортниками. А скоро их будет еще больше. Готова ли к наплыву отдыхающих самая длинная набережная Сочи, мэр узнал во время обхода. В этом районе глава города бывает часто. Пляжи все подготовлены. Два из них получили голубые флаги. Курортники довольны, чисто, уютно. Есть зонты, лежаки. А главное море чисто и уже теплое. Иностранцы для отдыха тоже выбирают Сочи. Hello! Hello! Hello, Сочи! Израил! Казалось бы, все здесь идеально. Даже построены 8 муниципальных туалетов. Но глава города напоминает руководителям кафе и ресторанчиков в свои туалетные комнаты пускать отдыхающих бесплатно. А вот на соседней улице Урицкого замечаний много. Тротуар не помыт, много голубей, пачкающих зоны отдыха. А скамейки тоже требуют хозяйской руки. Посмотрите, они в каком состоянии. Их покрасить хотя бы надо было. А некогда парковая зона вдруг превратилась в незаконную стоянку для машин, используется не по назначению, делает замечание мэр. Есть ряд замечаний к тем, кто на своих придомовых территориях устраивает объекты торговли. У него и ЖС. Он сделал под торговлю. И человек вообще незаконно здесь торгует. Такая выносная торговля на курорте под запретом, но она появляется то в одном, то в другом месте. Глава города просит общественников чаще самим контролировать свои территории. Тем более, когда выходы к морю преграждают хаотичные объекты торговли. А некоторые вообще умудрились из своих шашлычных дымовую трубу вывезти в крону дерева. В результате оно может погибнуть. Но устранение замечаний мэр дал пять дней. Пляжи и набережные, они должны соответствовать стандартам. Стандарты подтверждаются голубыми флагами. А то, что мы продолжим работу по другим пляжным территориям, то это да. Поэтому мы не только... У нас 145 километров пляжных территорий. И все они должны быть вот такие, как есть. То есть стандартные, красивые, удобные и очень доступные для всех. Благодаря курортному сбору, старт которому был дан в прошлом году, удалось на набережную установить скамейки и сделать красивое освещение. Активный заезд туристов здесь ждут в июне. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Новый населенный пункт может появиться в Сочи. Пока его условное название – Олимпийский. Это территория эмеретинской низменности, которая прежде не имела четких границ и своего административного устройства. Сегодня депутаты городского собрания Сочи поддержали инициативу местных жителей. Подробнее расскажет Татьяна Говоркова. Изменения в уставе города о том, что Сочи состоит из четырех районов, 12 сельских округов и двух поселков городского типа Красная Поляна и пока условно Олимпийский, могут быть внесены до конца года. Такое время понадобится для того, чтобы направить сведения в администрацию Краснодарского края и провести опрос среди жителей эмеретинской низменности, которые сами же выступили с инициативой придать этой территории конкретный статус. Это сделано с целью упорядочения управления данной территорией и дальнейшего его развития. То есть это будут особые условия и для организации дорожного движения, условия содержания и так далее. То есть это идет на дальнейшее улучшение и развитие данной территории. Также во время сессии было утверждено финансирование отраслей и средств городского бюджета. Его доходная часть увеличилась на 375 миллионов рублей. 123 миллиона пойдет на образование и 62 миллиона на программу «Комфортная городская среда». Так что в этом году в каждом районе появится по одному новому парку или скверу. Оставшиеся деньги направят на содержание городского хозяйства. В рамках работы профильных комитетов депутаты рассмотрят вопрос о работе транспортных предприятий и в частности о переходе на безналичную оплату. Напомню, что прежде были установлены сроки до 1 июня. Но, по всей видимости, у транспортников остались нерешенными некоторые вопросы. И пока оплачивать проезд карточкой пассажиры могут не везде. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Час контроля для кубанских чиновников. Вениамин Кондратьев сегодня проверил, как исполняют его поручения в муниципалитетах. В совещании, которое провел глава региона, приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств края по видеоселекторной связи главы районов. Не спешат исполнять поручения в Новопокровском районе. Там затянулось благоустройство парка в одной из станиц, а также строительство спортивной многофункциональной площадки. Вениамин Кондратьев напомнил главам муниципалитетов, что с выполнением его поручений нельзя затягивать. Воспользуйтесь поручением губернатора для реализации собственного потенциала, в том числе и показать, насколько вы действенны. Воспользуйтесь поручением губернатора. Это же ваш результат. Для людей, для жителей это вы. Поверьте, это вы. Кого, чье было поручение, обращались, не обращались. Но кто передал им это в руки, кто разрезал ленточку, тот и герой. Это ваша имиджевая составляющая. Она живая, активная. Также на совещании обсудили строительство водопроводных сетей в муниципалитетах и незаконную застройку лесного фонда. Совещание в формате час-контроля губернатор проводит каждый месяц. На таких встречах глава региона с руководителями муниципалитетов в деталях разбирают, где и как выполняют поставленные задачи. Долгострой тезку краевого центра сдадут уже в июле. Речь идет о жилом комплексе Краснодар по улице Железнодорожной. 23-этажное здание должны были завершить еще в конце прошлого года. Но из-за финансовых сложностей сроки пришлось перенести. Потом возникли проблемы и с электросетями. Таким образом, торжественную раздачу ключей отложили больше, чем на полгода. Тогда темпы строительства ЖК взяли на контроль в краевой администрации. Сегодня готовность многоэтажки оценил вице-губернатор Андрей Алексеенко. Мы видим, что обстроительные монтажные работы идут активно. Да, была задержка по этому объекту. Она была связана с подключением к инженерным сетям и коммуникациям. Проблема урегулирована. Активную позицию помощь здесь оказала прокуратура Краснодарского края. Ну и, соответственно, застройщик уверяет, что до конца июля данный объект будет введен в эксплуатацию. На сегодняшний день комплекс профинансирован на 100%. И, как вы видите, готовность дома достаточно высокая. Она составляет 97%. Осталось завершить благоустройство, получить все документы и ввести данный дом в эксплуатацию. Проблемы других долгостроев обсудили на краевом совещании, которое провел вице-губернатор Андрей Алексеенко. На встрече присутствовали не только инвесторы, но и главы районов. На повестке дня проблемные многоэтажки из Сочи, Краснодара и Новороссийска. Борьба с браконьерами и возрождение популяции рыбы в Азовском море. Об этом говорили в Приморско-Ахтарске. Там состоялось заседание оперативного штаба по охране и контролю заводными биоресурсами в регионе. Перед этим добывающие и перерабатывающие предприятия посетил губернатор края. На комбинатах Венемину Кондратьеву рассказали, что большую часть рыбы привозят на Кубань из других регионов. Как вернуть былой улов, предложение услышали наши краснодарские коллеги. Это в облах Казахстан. Лещ Казахстан крупный. Лещ мороженый средний Казахстан. Чихонь Казахстан. Еще есть рыбы из Ростовской области и Астрахани. А вот местной Кубанской, как говорится, всего на зубок. Немного тюльки, хамсы, немного пузанка. Эта морозильная камера наглядно демонстрирует не лучшее состояние рыбохозяйственного комплекса Кубани. Здесь, на перерабатывающем комбинате, в Приморско-Ахтарске, всего лишь 30% сырья местные. Хотя в советские времена район считался рыбной столицей региона. Нам приятнее и покупателям есть желание работать и приобретать азовскую рыбу. Ее, к сожалению, на сегодняшний день мало. Мы исходим из тех возможностей и тех предложений, которые поступают от рыбопромысловых предприятий. Руководитель предприятия Сергей Зарайский рассказывает губернатору, что на заводе готовы выпускать больше продукции. Только вот кубанской рыбы не хватает. В этой сушильной камере доводят до кондиции 2,5 тонны воблы. И вся из Казахстана. Вы знаете, даже само желание людей, я уверен, жителей Приморско-Ахтарска, абсолютно Азовского побережья, безусловно, рыба должна вернуться в море. И рыбы должно быть много, поверьте, это и для людей принципиально важно, которые где-то с покон веков здесь живут, и для вас, для переработчиков рыбы. Потому что сегодня стюлька, килька, это можно сказать, как наши предки сказали, совсем не рыба, а сегодня для нас рыба. Вот дожились. А что тогда скажут наши внуки, либо правнуки, и как они оценят нашу деятельность по сохранению водных ресурсов Азовского моря? Как оценивать? Вообще, увидели ли они эту рыбу? Либо только на картинках? Вот все зависит от нас. От тех, кто вылавливает ее браконьерским способом, и от тех, кто занимается воспроизводством рыбы. И тут крайних искать не нужно. Все мы сегодня отвечаем за то, передадим мы эту рыбу привычным для нас и судак, и пеленгаз, и, и, и последующим поколениям. Большой урон отрасли наносят браконьеры. Результаты неутешительные. Если в 2000 году в крае выловили 334 тонны тарани, то в прошлом всего 30. Рыбное поголовье попалось на крючок незаконного промысла. Губернатору показывают склад, где хранятся орудия преступления. Среди конфиската – сети, роколовки и даже скоростные моторные лодки. Размер сетей. Начиная от самого мелкого, это не более 3 сантиметров. Что говорит само за себя, что рыба очень на них попадается мелкая. На 27 километров сегодня изъято орудий рова, который абсолютно невозможно применять. Они ловят практически подростков, простым языком. Абсолютно. Выбивают. Под корень изначально. Даже не задумываясь о том, что она должна воспроизводство хотя бы раз от нереститься. Она вырасти не успевает. Вырасти не успевает. А за какой промежуток времени изъяли? В период с 7 апреля по 14 апреля. Да, получается, за неделю. Вот здесь можно смело сказать, что это просто благодаря вашей позиции стал возможным такой результат. Потому что без вашей поддержки и надзора мы бы не смогли сегодня видеть этот склад с таким количеством нелегальных, незаконных средств добычи рыбы. Все-таки все проработали хорошо. И органы внутренних дел, краевая, уже краевое управление и краевое ФСБ отработало. И пограничников привлекали. Фактически силовой блок сработал полностью. Пока браконьеры пытаются разбогатеть, добросовестные компании испытывают трудности. Это причал рыбодобывающего хозяйства, воспользоваться которым на предприятии не могут. Заиленное дно не позволяет судам сюда заходить. Проблема. Сюда не заходят сейчас сюда. Его судно причаливает. Вот там, там, оттуда. Там перегруживает. Да, перегружает. Перегружаем маленьким-маленьким понтоном. И вот где вот эти кулушки, видите, вот эти торчат. Всего лишь тут 200 метров. Коллеги, что у нас, знаете, как я в станице вырос, лягушки, когда квакать начинают, там не поймешь, что происходит. Можно кто-нибудь один и четко изложить, что нужно. Давай, доклад. Понимаешь, судно загруженное доходит до причала, до этого мола. Всего дальше 300 метров нужно прочистить. Заявилось. Да, заявилось. Вы же здесь должны были продумать этот способ. А я готов помочь в реализации вашего способа, чтобы эта причальная стенка снова стала причальной. И к ней причаливали рыболовецкие суда. Вот что сегодня важно. А каким-то способом просто ее вернуть. Вернуть к чему? Она должна вернуться к своему предназначению. Вот что она должна сделать. И мы должны понимать, какое у нее будет предназначение. Я уже сказал, здесь должны фартоваться рыболовецкие суда. Говорить о поддержке рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий при недостатке сырья не имеет смысла, отметил Кондратьев. О проблемах отрасли говорили уже на совещании, где собрались представители силовых структур края, руководители профильных ведомств и главы муниципалитетов. В таком составе член оперативного штаба по охране и контролю за пользованием водных ресурсов встречается уже в третий раз. Один из главных вопросов, как сделать так, чтобы для браконьеров стало экономически невыгодным ловля и продажа рыбы. Они же не просто это вылавливают, еще они же сбывают это все. Еще есть сбыт. Сбыт на рынках. Так ведь, коллеги, есть перекупщики. Есть подпольные цеха. Сбыт диктует предложение. Это рыночный закон, механизм. Поэтому здесь не только бить по тем, кто предложение делает, это прилегативы профильных органов, но и по тем, кто сбыт обеспечивает. А вот здесь уже мы должны быть активны. Это коллегам главы муниципальных образований вопросов. Мы ведь на сбыт никак не влияем. Никак, чтобы этот сбыт взять и тоже остановить. И когда с обоих сторон пойдем, тогда на самом деле браконьерство почувствует, что земля загорелась. Мы должны подорвать экономику у этого нелегального рыбного промысла. Вот и все. Подорвать экономику. А экономика подрывается в том, если не будет финансового дивидента за эту нелегально браконьерски вылопленную рыбу. Все, не будет экономического дивидента, не будет финансового возрождения, ничего не будет. С января по мае этого года количество административных штрафов за нелегальный вылов рыбы выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма взысканий превысила 850 тысяч рублей. При оперативных мероприятиях прокурор края просит обратить внимание на те сети и лодки, которые конфискуют у нелегалов. Нужно не дать орудием преступного лова снова уйти в оборот. Мы сегодня посмотрели эти ключи и все остальное. Сети, их там десятки, сотни километров изымаются. И нужно проследить. Я уже сегодня дал команду, чем заканчиваются изъятые крючки, сети, значит, и техника, которую нам показывают сегодня, чтобы она не шла потом опять в оборот. Это же довольно часто все применяется. Забрали, выбрали, а потом пошло. И по большому, не по малому кругу у нас, а где-то по большому кругу это все может возвращаться. Вот здесь нужно ставить заслон. Зачастую браконьеры работают целыми группами. Известны случаи, когда даже налажен полный производственный цикл от незаконной добычи до переработки и продажи. Бениамин Кондратьев отметил, сегодня нужно усилить работу по закрытию таких нелегальных цехов и предложить рыбакам достойную альтернативу. С одной стороны, мы пресекаем. Мы не даем возможность браконьерским способам вылова рыбы, нелегальным способам различным. В дальнейшем работать в тени, но там дальше два пути. Либо они переходят в белую зону, работают в рамках закона, либо не работают. Но альтернативу, если мы говорим про эволюционный путь, мы должны дать. Если мы уже наступаем, тогда мы должны вот эти вот рабочие руки, которые сетки там вяжут, еще что-то там делают, они на улице не остались. Это тоже важная составляющая часть сегодня нашего с вами успеха. Обеспечим переход на альтернативные, но уже легальные рабочие места. Это тоже статистическая задача, только уже власти. Вениамин Кондратьев также проучил разработать меры поддержки рыболовам, которые поставляют сырье на переработку. Аналогичный механизм уже используют при субсидировании переработчиков молока. Еще одна возможность, преимущество которой на себе уже ощутили овощеводы и животноводы, создание кооперативов. Представители рыбной отрасли смогут модернизировать свои производства, тем более, что краевые власти софинансируют до 90% затрат на приобретение оборудования. Господдержкой уже заинтересовались в Приморско-Ахтарском районе. Восстановить рыбные промыселы, открыть новые производства для жителей муниципалитета – дело чести. Раз уж на гербе района ценные рыбы осетровой породы, то должна быть и в реке. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец и Самир Гачаев. Кубань-24, Приморско-Ахтарский район. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 31 мая в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Завтра весь мир проведет день без табака. А в Сочи 31 мая в день международной акции по борьбе с курением проведут антитабачные игры. Курильщики смогут посоревноваться в силе и скорости с горожанами, которые ведут здоровый образ жизни. Что могут делать на обычных турниках люди, которые не курят, участникам антитабачных игр продемонстрируют местные воркаутеры. Сегодня воркаут в Сочи модное и прогрессивное направление уличных тренировок. Нагрузка за счет собственного веса. Спортсмены не используют другой инвентарь и тем не менее демонстрируют великолепную физическую форму и захватывающие дух трюки. Заниматься воркаутом может любой человек. И в пятницу на площади флага всем желающим представится такой шанс. На площадке по воркауту можно будет потянуться, выполнить норматив, пожать лежа штангу, выполнить норматив и получить за это отдельные призы. Также любой желающий может поучаствовать в соревнованиях по арвейсингу и проверить свои силы с хорошими рукоборцами нашего города. Мы против сигарет, против алкоголя и будем это дальше пропагандировать. В целом, во Всемирный день без табака участникам первых сочинских антитабачных игр расскажут о вреде курения и подскажут, как сделать первый шаг к здоровому образу жизни. Медики расскажут о рисках для здоровья, а молодежь все покажет на своем примере, например, в интерактиве «Лопни грелку». Своя точка активности на улице Новогинской будет и у фокусников и иллюзионистов. Моя задача как иллюзиониста будет с помощью своей магии, с помощью фокусов показать всем прохожим, всем гостям нашего мероприятия, что курение – это вред, что это очень дорого, затратно и абсолютно невыгодно. Когда вы курите, то ваши деньги действительно фактически сгорают, остается только лишь одни сигареты, но если мы возьмем эту сигаретку, положим ее, допустим, в специальную магическую сумку, вот сюда, то вы увидите, сколько на самом деле стоит. В центральном районе первые сочинские антитабачные игры пройдут на улице Новогинской. Здесь развернется и центр здоровья. Все желающие смогут узнать возраст своих сосудов или легких. Мы вот хотели всколыхнуть общественность нашу с ног до головы, с макушки до пяток точки приложения вредного действия курения на организм человека. Сердечно-сосудистое – это первое. И, конечно, онкология. Онкология, причем, это не только рак легкий, казалось бы, как может туда попасть табачный дым, это, например, почки, мочевой пузырь. Поэтому мы категорически против курения, мы категорически за пропаганду, мы приглашаем всех, и тех, кто хочет бросить курить в этот день, в первую очередь. Ко всему прочему, в городе действует хартия «Сочи без табака». Вот уже пять лет в ее рамках медицинские способы лечения дополняются пропагандой здорового образа жизни. Такую цель преследуют и первые сочинские антитабачные игры. Начало в пятницу в 15 часов. Основные мероприятия запланированы на площади флага, однако в это же время тематические квесты и флешмобы пройдут во всех районах курорта. В Лазаревском в парке культуры и отдыха на улице Павлова, в Адлере в сквере Бестужева, в Хосте на площади Дома творчества «Луч» в центре перед администрацией района на Новогинской. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Не стоять на месте, а постоянно развиваться вместе с курортом призвал глава города местных бизнесменов. В честь Дня российского предпринимательства власти Сочи отметили благодарственными письмами особо активных, но подарок получил и город. Предприниматель сегодня это энергичный, инициативный и талантливый человек. Суметь организовать и успешно развить свое дело не каждому дано. В Сочи, городе, куда едут отдыхать, а соответственно тратить деньги, масса возможностей, уверены предприниматели. Мы объездили весь мир, но лучшего города на самом деле нет. И для предпринимательства, и для детей, и для пожилых людей. Вообще-то город-рай. Город Сочи уникальный, и у него есть уникальные ниши, и в этих нишах работают уникальные предприниматели. Поэтому важно, чтобы предприниматели создавали свой продукт, с которым они будут работать на рынке, и продвигали его. Именно развиваться, создавать свои предложения, а не просто сдавать площади в аренду, призвал сочинцев глава города. Анатолий Пахомов отметил, городу выгодно большое количество предпринимателей. Успешные компании платят в казну налоги. Эти деньги потом идут на развитие курорта. Еще раз призываю наших сочинцев не стоять на месте, быть активными. Ведь сегодня департамент экономики, отдел по поддержке предпринимательства дает хорошее предложение. Очень важно для властей города, чтобы предпринимательство, особенно малое предпринимательство, у нас находилось в комфортных условиях. За вклад в развитие города несколько десятков предпринимателей получили благодарственные письма от мэра, председателя городского собрания и руководства торгово-промышленной палаты. Сами бизнесмены сделали ответный подарок сочинскому обществу слепых. Вручили сертификат на благотворительную помощь. Я-исследователь так называется Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и учеников начальных классов. Он накануне стартовал в Сочи. Я-исследователь единственный в стране конкурс для самых маленьких ученых от 4 до 10 лет. Начался проект в Москве, а в последнее время площадкой для его проведения стал Сочи. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 250 юных исследователей из 23 регионов страны. Их работы будут оценивать по особым критериям. Мы оцениваем детей не с точки зрения того, насколько они проникли в тот предмет и изучили содержание психологии или биологии, а с точки зрения того, насколько они овладели методом исследования или проектирования и насколько они самостоятельно выполняют свою работу с возможностями своего возраста. Свои работы участники представили в нескольких номинациях. Они показали знания физики, математики и прочих наук. В этом году поддержать ребят и их родителей приехал глава города Анатолий Пахомов. Я уверен, что вы на правильном пути и это действительно большое счастье воспитать своего ребенка ученым, спортсменом, вообще просто настоящим патриотом Родины, человеком, которым можно гордиться. Это уже и есть счастье. Поэтому вы действительно на правильном пути и мы все сделаем для того, чтобы оказать такую поддержку для вас, для руководителей и мы говорим добро пожаловать в Сочи. Сразу после открытия начался самый интересный этап конкурса защита работы творческих проектов. Например, ребята показали чудеса электротехники и провели презентацию славянских кукол оберегов. Были среди работы вовсе не детские. Так, Давид Зорин из Якутии рассказал о разновидностях холодного оружия, традиционного для многочисленных народов Севера. Его использовали для разделки дичи. Они отличаются тем, что у них единственная такая в мире форма и они подходят как раз таки для якутийских условий. Они не застревают в мерзлых вещах из-за дола, потому что вдоль сохраняется воздух и когда ты режешь мясо, то там кровь не застревает. Чей проект впечатлил больше, станет известно уже в пятницу. 31 мая жюри подведет итоги и определит победителя конкурса. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Увидеть горы, не поднимаясь в них, такую возможность сочинцам и гостям горнолыжных курортов предоставил Юрий Дорош. Фотограф и член Русского географического общества ценит первозданную природу. За время экспедиции накопилась масса интересных снимков, которыми автор захотел поделиться. Выставку 25 своих работ Юрий организовал на мосту. Романов мост, один из самых популярных в Красной зрители окружают те же горы, что и на фото. Смотреть можно совершенно бесплатно. Автору важна другая обратная связь. Когда ты видишь эту всю красоту, тебе, естественно, хочется передать ее людям, поделиться этим. Вот так вот я постепенно начал фотографировать, чтобы эту красоту передать людям, показать места, в которых мы живем. Вот эти уникальные, красивые места, Сочинское, Причерноморье, Кавказские горы, сочетание моря и гор. То есть это действительно уникальное место на земле. Выставка на Романовом мосту продлится еще месяц. Летом экспозиции Юрия Дороша появится на пляже Маяк и в художественном музее. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.